какой проект вы представляете здесь в рамках выставки world food в рамках выставки мы представляли проект под названием мобильная кооперация это проект о мобильных торговых объектах ну проще говоря об автолавках простым языком который более известен и удобен для народа народ это так называет мы это называем мобильные заготовительные пункты как видите у одного и того же объекта есть разные названия то есть потому что он многофункционален потому что он может быть использован и как точка продажи и как продвижение финансовых услуг объясню сейчас каких и как заготовительный пункт пункт заготовки где мы можем скупать у населения излишки продукции давайте сразу наступлю на горло песня где это все происходит чтобы понимать все это происходит в ульяновской области хотя на самом деле то есть у системы центра союза подобные проекты в том или иной модификации они во многих областях на сегодняшний момент так или иначе существует вообще автолавка это не является изобретением там сегодняшних дней все мы знаем прекрасно что она была уже и советское время сегодня изменились форматы изменилось предназначение соответственно изменились технологии появилось больше возможностей и кроме того есть объективные причины об этом я уже говорил могу повторить снова почему мобильная торговля востребована на сегодняшний день как некая межформатная такая вот линия это линия которая идет линия торговли которая идет между крупных федеральных сетей между стационарной торговли малого бизнеса и так далее следующие причины в каждой области в ульяновской области более 348 малых населенных пунктов где открывать магазин вы просто нерентабельно и там живут люди там живет определенный процент граждан россии эти люди имеют право на обслуживание и соответственно единственным способом решение этого вопроса это либо перемещать этих граждан к магазину либо перемещать товары к ним автолавка решает эти вопросы мы приезжаем в нужное время в урочный час привозим то что необходимо людям особенно это касается товаров первой необходимости вот и удовлетворяем потребности кроме того а мы можем соответственно закупать у них излишки продукции если таковые имеются и можем идет речь какой продукции ну речь идет у всех есть огороды да то есть у всех особенно селе есть огороды мы не трогаем сейчас мясо мы не трогаем это отдельный разговор не трогай молоко мы говорим об овощах о дикоросах мы говорим об овощной продукте прежде всего вот потому что для того чтобы скупать там мясной продукт нужен специализированный пункт отдельно вот но тем не менее мы вот например на сегодняшний день делаем кисели че сушеные и значит консервированные овощи да это делает у нас то наши кооперативы все производят и автолавка с этой продукцией уже переработанной купленной у сельчан она едет соответственно в город где она встает на трафике и вместе с нашей хлебобулочной продукции с колбасной продукции наших фермеров которые не могут зайти все эти они не могут зайти все эти по определению они слишком маленькие они не могут выдержать к стандарт качества они не могут выдержать длительных поставок но мы с ними работаем и они ездят люди уже узнают это такие красивые увидели яркие машины мы специально следим за тем чтобы этот формат выдерживал чтобы они были привлекали внимание людей и уже вырабатывается знаете такая устойчивая устойчивая лояльность население к тому чтобы эти вот машины это условно в рамках каких-то ярмарок или нет ярмарки это отдельная совершенную тему то есть ярмарки в ульяновском регионе проводят ежегодно два раза в году весенние осенние губернаторские так называемые есть ярмарки выходного дня который проводится каждую неделю а вот это когда вы встаете это просто торговля это просто торговли ну в том же в том числе и заготовленной продукции это дает там вот этот график он размывается эта сезонность и мы не ждем осени мы ждем не ждем весны мы можем торговать практически круглый период кроме этого ну огромное количество различных мероприятий ну и простите никто не отменял какие-то значит неприятные ситуации как вот был локдаун например когда многое что было закрыто люди не знали что делать люди не знали значит как многие многие просто закрывались от неизвестности и в этом случае то есть наши машины они принимали непосредственное участие в раздаче продовольственных наборов значит продажи необходимой продукции людям которые были ограничены например возможностях выйти из дома ну и так далее получается что автолавки мобильная торговля она интересна всем она интересна малому бизнесу она интересна кооперации которые все это собственно объединяет она интересна власти она интересна городскому населению да это очень небольшой рынок да он не будет никогда конкурировать с магазинами он никогда не будет конкурировать там тем более с большими сетями но всегда будет востребован если мы возьмем европейский опыт и посмотрим на европейскую так сказать вот ситуацию то мы увидим что несмотря на более высокую плотность населения более развитую инфраструктуру все-таки них не такие расстояния как у нас да они там поплотнее живут тем не менее там можно увидеть в любой европейской стране как едет подобная автоламбина автолавка и в рупор кричит о том что они продают тот или иной значит продукт и применение у у данной вида у данного вида торговли на самом деле и в перспективе еще больше потому что когда мы начинаем понимать что интернет торговля дойдет до каждого то ясно же что невыгодно везти в какую-то отдаленную деревню заказанный кем-то продукт если туда ездят автолавки которые могут также выполнять функцию пункта выдачи согласитесь это резонно в том числе будет же еще локальная интернет торговля потому что люди хотят покупать крафтовый товар значит хотят покупать продукцию ремесленного производства хотят покупать продукцию собственно ну наших фермеров которые очень сложно купить ну где-то на не каждый же может на ярмарку прийти соответственно будем мы уже сейчас занимаемся совместно с нашей региональной корпорации развития у нас есть проект называется умей то сделано в ульяновске это как раз проект по продвижению продуктов фермеров лпх физических лиц кооперативов малых форм которые будут продаваться в том числе и через marketplace и наша логистика которая обеспечивает эти автолавки будет обеспечивать доставку этих продукт так еще не сказали про объемы собственно говоря насколько большая вот эта компания поскольку у вас машин посмотрите на сегодняшний день вот у нас в облпотребсоюзе 107 единиц техники это разные машины это и современные автолавки этой допотопные старые машины то есть потому что парк еще не обновлен на сто процентов эта задача перед нами сейчас стоит и нам активно помогает в этом наша региональная власть это значит машины специального назначения про хлебовозки потому что если выводите хлеб а бывают бывают есть определенные виды так сказать локаций где люди покупают его хлебобулочные изделия то есть приезжает машина и продает только хлебобулочные изделия это и специальные машины то есть который занимается перевозкой только овощей потому что вы же понимаете не все стоит на автолавку но автолавки являются самым таким интересным универсальным в данном случае средством который может может быть и там использована и на закупке и на продаже так все-таки сезонность условно говоря ради скольких людей вы вот едете например сезонный пункт он сам живет один человек вы туда едете составляется маршрут составляется маршрут который по законам логистики охватывает и точки продаж значит где проживает много населения и соответственно те населенные пункты где может действительно как вы сказали проживать буквально там несколько десятков человек это много если есть необходимость дело в том что есть если есть необходимость мы заезжаем и там где проживает очень мало людей вы говорили что вас еще вы выполняли функцию банкомата помимо всего прочего что-то за проект это проект в принципе он довольно-таки распространен со сбербанком это проект когда мы можем из своей кассы выдать вам небольшую сумму денег там до 5000 по при при приявлении вами карты то есть осуществляется как бы не покупка осуществляется покупка и возврат и вы получаете наличные деньги если нам нужны это до сих пор действует да это действует это действует и в наших магазинах это можно делать в принципе там где у вас есть нормальный кассы аппарат подключенные к интернету а почему это вас требует до сих пор ну понимаете некоторые до сих пор предпочитают наличные чего я могу сказать ну то есть местность такая что банкомата нет и не предвидится ну банкомат это отмирающий собственно говоря уже атрибут вы понимаете что сельской местности банкоматов скоро не останется их невыгодно содержать именно поэтому наши магазины сельские и и заменяют сейчас эти банкоматы и мы уже спокойно обслуживаем по карточкам и по платежам по телефону никаких проблем если есть интернет опять же почему немаловажно немаловажный момент кто ваши конкуренты получается на территории где вы работаете у нас есть конкуренты но это конкуренты из серой зоны то есть это люди да это предприниматели которые торгуют но совершенно так сказать серой зоне то есть они продают товар не не предъявляя не 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 себя никакой ответственности не за качество они не себя никакой ответственности не за сертифицированность ну естественно и работают они без красного аппарата таких еще много и но я думаю что этот клай этот так сказать слой предпринимателей со временем вымрет как класс опять же из-за наличных потому что они торгуют только наличными а на сегодняшний день пенсия зарплата и все остальное практически там на 80 процентов попадает все-таки на карте и людям просто удобней и дешевле будет мы ведь не только можем принять у вас карточку мы можем на карточку и зачислить если вы сдаете нам какую-то продукцию понимаете это при этом остался единственный фактически вид безналогового дохода у физических лиц это сдача собственной продукции излишков собственной продукции или дикоросов которые вы собрали в лесу по закону до сих пор это не облагается никаким налогом это кстати люди когда это знают они не и у них нет смысла скрывать свои доходы они спокойно сдают и спокойно принимают этот доход насколько персонализированно подбираете ассортимент наверное в разных деревнях предпочитает разные товары все сколько все идет вот через телефон то есть хороший продавец для автолавки это находка все определяет именно качественный продавец потому что он выстраивает исключительно индивидуальную работу если мы работаем на селе если мы работаем в городе это точки потому что там есть локация люди приходят знают идет трафик люди идут завода сам с работы выходят из общественного транспорта там из метро если у нас нет метро из переходов вот то в деревне на селе это только индивидуально то есть там мы точно знаем где берут больше хлеба где берут больше молочки где берут больше бакалея и это это как раз залог успеха но нам очень помогает конечно наше правительство потому что мы все-таки получаем 50 процентную субсидию на покупку автолавок понимаете если автолавка стоит от миллиона 400 до миллиона 700 то мы получаем 50 процентов это позволяет нам даже вот работая в селе делать этот проект рентабельным если говорить про а планы либо про желание чтобы хотелось сделать как бы этот проект чтобы как вы видите дальше дальнейшей жизни этого проекта расширение спектра услуг расширение спектра услуг введения большего количества электронных и цифровых значит сервисов далее значит обязательное повышение эффективности работы автолавки за счет того чтобы она не ездил пустой то есть она должна каждое плечо вести какой-то товар туда мы везем значит из города мы везем тот товар который нужен на селе села мы должны забирать заготовленную продукцию и вести ее себе на склады в этом случае эффективность значительно повышается это первое второе на сегодняшний день автолавка это два рабочих места водитель и продавец в идеале конечно в идеале надо добиваться того чтобы человек получал больше но выполнял функцию вот этих вот двух этих рабочих мест в одном лице это очень сложно поставщики ваши основные так то где вы берете товар а я уже сказал мы берем товар в основном у карасу малого бизнеса то есть это не сетевая тема это не сетевая тема это как раз мы даем работу и возможность сбыта у нас и кооператив так основной называется продвижение почему продвижение ваш мы продвигаем ваш товар вы молодым вы фермер начинающий например получили грант вы получили какой-то объем продукции вы не знаете куда сбывать вы не знаете вам сам самому выходить на рынок но это чревато вы не успеете это и другое делать вы можете скооперироваться с нами и мы будем помогать вам продвигать ваш продукт как в городе так соответственно и в селе но у села потребность конечно другая то есть там в основном им нужна продукция там кондитерка и так далее нельзя продавать алкоголь нельзя продавать алкоголь хотя может быть если будут внесены определенные изменения в закон они стационарной торговли но почему бы и нет собственно говоря если мы работаем легально все проходит через систему так сказать учета почему собственно говоря нельзя продавать там алкоголь непонятно пока это нельзя и последний вопрос как о вас узнают на рынке что вы есть сарафан на радиусу как поставщики как поставщик начиналось очень просто то есть глава сельского поселения как правило определял место это как правило какой-то столб который можно подключиться электричеством центре села и в дальнейшем то есть автолавка подъезжала рупоры нам не разрешили ставить хотя очень хотелось как европе это сделать чтобы помещать людей так сказать по громкой связи но поверьте мне особенно в малых селах там там люди узнают все быстрее поставщики которые могут стать вашими партнерами как об этом узнают они работают через непосредственно через облпотребсоюз через кооператив продвижения это не проблема потом мы стараемся все-таки большую часть продукции это все-таки продукция наших пайщиков потому что кооператив продвижения на сегодняшний день объединяет более 60 пайщиков различных этой фермеры и лпх и кооперативы и значит просто частники более 50 это областной кооператив уже то есть он уже известен в общем то и мы никому не закрываем дверь пожалуйста спасибо большое